Здравствуйте! В эфире новости Смоленская АЭС. В студии Татьяна Ионкина. Мы расскажем вам о важных событиях, которые происходили в жизни атомной электростанции на прошлой неделе. Смотрите сегодня в выпуске. Организация способна безопасно выполнять данный вид деятельности, который подлежит лицензированию. Ростехнадзор готов выдать лицензию на строительство объектов по обращению с радиоактивными отходами на площадке Смоленской АЭС. Боевая добрая душа, рисует мир в ярчайших красках, и даже сляхать хороша, помни о ней, тепло, поградский. Фестиваль авторской песни и поэзии городов Росатома. На плановом совещании с руководителями подразделений директор станции сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». В работе на сегодня у нас находится 26 энергоблоков, мощность в работе 18 450 мегаватт, выработано 100 миллиардов 594 миллиона киловатт-часов, это составляет 99,4 от планового показателя. О техническом состоянии Смоленская АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе первой и второй энергоблоки суммарная нагрузка 2005 мегаватт. Существенных замечаний, препятствующих внесений, нагрузки нет. О ходе реализации ПСР-проектов и фабрики идей как инструмента работы с предложениями сотрудников доложил заместитель главного инженера Олег Кужиньязов. За неделю подано 25 ППУ, и из текущих задач этой недели основной – это подготовка к РППК, которая пройдет на САЭС с 21.07. Мы являемся пилотными в части реализации фабрики идей. Сейчас мы находимся на этапе опытно-промышленной эксплуатации. Этот этап продлится до сентября месяца. За 11 дней июля энергоблоки Смоленской АЭС выработали 571 миллион киловатт-часов электроэнергии. Всего с начала 2016 года выработано более 11 миллиардов киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Готовность концерна «Росэнергоатом» и «Смоленская АЭС» к получению лицензии на сооружение хранилища твердых радиоактивных отходов подтвердила Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. Лицензию на строительство нового объекта, размещение которого запланировано на территории промышленной площадки САЭС, станция планирует получить уже в ближайшие месяцы. После этого начнутся конкурсные процедуры по выбору генерального подрядчика, который будет выполнять строительно-монтажные работы. Мы осмотрели площадку, где предполагается размещение сооружений данного объекта. Это на месте ранее начатого 4-го энергоблока «Смоленская АЭС». И вот на этом месте у нас появится новый объект. Инспекторы проверили соответствие сведений, обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной безопасности при обращении с радиоактивными отходами, которые САЭС предоставила в надзорный орган для получения лицензии на сооружение объекта. Эти объекты очень важны для Смоленской АЭС. Комиссия Ростехнадзора проверила достоверность сведений, которые содержались в нашем заявлении. И не нашла никаких препятствий, которые бы не позволили выдать нам лицензию на начало строительства. 7 июля в Десногорске прошел отборочный тур третьего международного отраслевого фестиваля авторской песни и поэзии городов Росатома «Ураниум-235». В нем приняли участие работники атомной станции и члены их семей – барты и поэты. Со сцены звучали песни и стихи о России, городе, его жителях и, конечно, любви. Искренние, глубокие и самобытные, раскрывающие русскую душу. По результатам прослушивания путевку на отраслевой творческий конкурс, который состоится в Сосновом Бару, получили Елена Медведева, Александр Секацкий, Лариса Орлова и Степан Ершов. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. Увидимся через неделю. Хороших новостей и всего вам самого доброго. До свидания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА